Благодарю Тебя, мой Иисус! Близко время пришествия Твоего. Пошли, Господи, добрых свидетелей о имени Твоем святом, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и всем возвести эту радостную вещь, что Ты умер за грехи людей. Ты воскрес для нашего оправдания, слава Тебе! Горе смеющимся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете, говорит Господь. Блаженны плащущие, ибо они утешатся. Велик и достохвален Бог, сотворивший небо, землю и все, что в них. Аллилуйя! Человек, не верующий в Бога, он опаснее любого зверя на земле, и он сам не рад своей жизни. Откройся им, Господи, на его или во сне, дабы они искали Тебя. Благодарим Тебя, наш Господь, Единой во Святой Троице. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Отче наш, ижеиси на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущий, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем ложнякам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, Сила и Слава вовеки. Аминь. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! У вас что, вопрос какой есть? Да. Говорите, я слушаю. А сейчас, как вы наберете свою веру в прелигии? Что-то плохо, прерывается голос. Еще раз, потихоньку, повторите. Говорю, а зачем вы пропагандируете свою религию? Зачем, что мы молимся, зачем? Нет, пропагандируйте. Ну, верующим это свойственность, как дышать, так и молиться, и веровать. А без веры-то зачем человек живет? Ради других. Да где кто ради других-то? Сюда собрались для чего? Вот в эту рулетку-то зачем пришли люди-то? Для блуда больше не для чего. Скоты бессмысленно. Раздетая половина. Органы показывают, блудят открыто. Совокупляются. Это скотина не делает. И здесь процентов 80, наверное, мусульмане. Процентов 80, не меньше. Ну, зачем пришли? Я им отвечаю. Я с ними беседовал. Дома тебе за каждые четыре уже надо колым платить. А здесь 44 даром. Ну, и все тут непонятно. Сколько чувства морали. Вот, к примеру, да, люди нагрешили, а потом просят прощение. А смысл? А смысл? А не греши. Господь, вертик, очистил тебя. И тогда, как пес, не возвращайся на свою блевотину. Только в том случае, если ты поймешь, что это плохо, что ты сделал. Да хочу понимать-то. Последствия греха тяжкие. Не делай ближнего, чего себе не желаешь. А тут же обманывают на каждом шагу. А вот смотрите, вот вы верующий, да? Вы православные христиане. А зачем бы мы сюда пришли? Людям рассказать о Христе, о спасении? Смотрите, спасение не Христе, а спасение в... Вот вы говорите, да, демон. Но демон это поступки людей. Вы расцениваете их как грешные поступки. А он откуда взялся, демон-то? Откуда взялся? Не вера ваша спасет. А что? Объяснение людям, что они делают это плохо. Что это приходит на меморали. И ваша религия объясняет саму мораль. Получается, религия в целом, она учит морали, а не... Морали. ...другому, который, например, вот как престол... Если бы о морали думали, тут бы не были. А за этот счет 30 миллионов получил Терновский Андрей. Двоечник, школьник. Почему? Не регистрировался, ничего не надо. Зашел и... Все. Всего доброго. Если я вам объясняю, вы, ну, понимаете, думаю, смысл моего слова? Да какая мораль? Человек живет, животное. Хватай больше, ешь больше. Что там говорить об этом? Мораль какая-то. От слова марать? Марать. Строили коммунизм, строили. Во 100 миллионов голов пообошлось. То есть вы говорите это и молитесь, вы противоречитесь самому себе? Мы не противоречим, а мы отвечаем ответ живому Богу. Вы же не молились? Вот что такое не молиться, это не надо ничего. Это корова не молится, бых не молится, а человек молится. 2 миллиарда христиан, 2 миллиарда мусульман. И все молятся. Все. Но? И все, все... Я стараюсь делать другие поступки, чем потом, после, там, не знаю, молиться, и лучше думать головой. Головой? Правда. Знаешь, что написано в 13-м, 52-м псалме? Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. А причина? Они развратились, совершили гнусные преступления. Нет делающего добра, нет ни одного. Кто делает добро, идет к свету, чтобы явно были дела его. А делающий злое, он моралью прикрывается. Мораль. Какая мораль, когда человек это животное? Я не делаю зло, я не веду себя как животное. Я говорю вам то, что вы многие, вот, к примеру, знаете крестовый поход? Ну, конечно. А сколько их было крестовых походов? Тринадцать, около, не знаю, около. Одиннадцать. Одиннадцать. Я точно не знаю. И многие использовали веру, а именно политики. Вот эти... Да, ну а какое отношение это имеет ко Христу? Крестовые походы? Какое? Это имеет то отношение, которое, вот, к примеру, на людях, которые, например, верят истинно, да, могут наживаться, да, вот, как во время крестовых походов. Они просто обманывали людей, а те люди, в свою очередь, не думали уже. Знаете, история это все. Так, я вот веду к тому, что надо не кого-то слушать, а думать своей головой, потому что... Ну, вот вы сегодня встали, молились, нет? Сегодня, вы молились утром? Что? Вы сегодня утром молились, что ночь прошла благополучно, и вы не умерли. Вы Бога благодарили? Вы сегодня завтракали, хоть один раз поели сегодня? Я не ел. Не ели, да? А если ели, вы благодарите Бога каждый день, вчера и сегодня, что Бог дал землю, небо, звезды, пшеницу, хлеб, и поел, и пошел. А откуда все взялось? Мораль? Какая же мораль, когда человек неблагодарная же скотина? Создал, он создал это... Ну? Я даже не знаю, как это объяснить, но... Смысл того, что он вникал, и даже если он есть, то он единый, понимаете? То, что нет никакого там Аллаха, Христоса, он один просто может, там, многие имена. И смысл его, то, что он пытался вам довести, это мораль. Смеется какая? Мораль, мораль. Человек вообще для чего живет? Какой мораль это? Больше взять где-то надо. Мораль, мораль. Кого не возьмут, блудники подряд и в верхах, и внизах. Мораль. Ну что, самого себя обманывают? Эту девчонку увидал, уже и голова закружилась. Мораль, зачем вот ты пришел в этот чат-то? Здесь один раз брат, Содом и Гоморра. Здесь спишь в Содоме мораль. От слова мораль, сюда заглянуть страшно. Это с Содомицы собрались. Проклятие одно. Зачем обманывать? Сказать, я хочу от жизни взять, что могу взять. Тогда понятно. А то мораль. Живет как свинья за ангелов, дает себя. Я вам это и не говорил, что я хочу взять от жизни максимально. А вы мне говорили то, что надо там и исповедаться и так далее. Но я вам говорю обратно, что надо думать головой прежде чем, что ты делаешь. Да голову-то кто дал думать-то? Кто дал голову-то думать? Кто ее дал? Ум кто дал? Совесть кто дал? Кто? От коровы пришло? Ты молодой человек, что ты пудришь сам себе мозги-то? Ты скажи, всегда люди верили. С Богом хорошо, радостно. Его солнце, его луна. Я за все благодарю. Я у Бога в гостях нахожусь. А я думаю, мораль, мораль, мораль. Какая мораль? А вот демоны, вы о них говорите? Они ангелы были. Ангелы. Они подняли восстание, Бог сбросил их демоны. Шайтаны. Это ангелы. 12 глава Откровения говорит. Которые были светлыми. Пошли за Лесифером, сатаною. И Господь их сбросил. Архангел Михаил воевал с ними. И они на земле пришли, чтобы людей больше в ад затащить. В огне гореть будут. Он знает свою участь. Говорит Христу, зачем ты пришел раньше времени мучить нас. Можете рассказывать мне Библию, потому что я атеист. И я просто вам рассказываю свою точку зрения. То, что надо поступать хорошо, а не склоняться к вере. А вот, допустим, веры бы не было, что бы вы делали? Вы бы грешили. Вот, допустим, вы верующие, вы бы грешили и поступали бы на полтора. Знаешь, сынок, вам за моего возраста не дожить без Бога. Никогда. Вы друг друга будете поедать. Не надо обманывать. Я был в армии. За имя Господне прошел тюрьму, лагерь. Я прошел это все. Не главное, сколько ты живешь. По-любому человек рано или поздно умрет. Да, умрет. Умрет. И просто живет. Сынок, послушай, я начальник детского лагеря 45 лет был самостоятельно. Тысячи детей поднял. И государство ни рубля не дало, только гнобило меня. Их никого нет, они исчезли. А мы продолжаем работать. А Бога бы не было, зачем бы я? У меня волонтер, я же не один. Детей поднять, чтобы было интересно. Они купаются. Это хорошее дело, я согласен. Вот так. На правильный путь. Но я ничего особо не имею против самих религий, но я имею против, например, их высказываний. Вот как крестовые походы. Давайте мы сегодня умрем. Вот сегодня мы умрем. Что ты будешь делать? Для чего жил? Я на корабле работал, морякам говорю, скажите, какой смысл жизни? Ну, сына родить, дерево посадить, дом построить. Вот понимаешь, это все так синхронно. Я говорю, скажите, сейчас волна нас опрокинула, мы пошли к одному. Достиг лиц цикла? Никто, а я достиг. У меня цель была спасти душу, я молился, последний раз задыхаюсь. У меня стихотворение написано. Когда мой корабль, когда мой корабль опрокинет пущина, а рот поперхнется волной, дай Боже, чтоб к небу своей кончиной других я улег за собой. Вот в этом жизнь, для Бога, там вечность нескончаемая. А здесь одно мгновение, только моргнул уже на той стороне. Жил, мораль какая-то. Какая мораль? Фашистов, у коммунистов одна и та же мораль. У мусульман, когда они берут, кто-то у них уверовал, показано, как режут голову, которые в христианство перешли. Это мораль? И здесь захватили они, сколько жил, в один из всех расстреляли, игиловцы. А это мусульмане очень крепкие, не надо думать, что они неверующие. А христиане в христовых походах убивали, вы говорите, это мораль разве? Бог призывает к святости, будьте святы, как я свят. Это было причинено благодаря грубым людям, которые, можно не думать, головой, а действовали стадом. И они, так сказать, просто им говорили, что это будет, как бы, им воздастся. У вас беды какие в жизни были? Вы что испытали? Без папки, без мамки жили где-то одни? Нет. Нет еще. Поэтому старайтесь пока помолчать. Когда вы будете одни, где-то попадете, и вы знаете, что такое. Я 18 лет сотрудничал с местной тюрьмой, бесплатно, помогал людям, чтобы на ноги встать. Вы посмотрите, что с людьми делается. Он, кажется, такой герой, там размажут тебя, собирать нечего будет в один день. Тебя заставят, оправился, кал будешь есть. А куда ты денешься? Он тебе нож к гордлу. И все, какая-то мораль. Где она мораль? Это пустое. Есть святость в Боге, для Бога, от Бога. Христос умер за нас, кровь пролил. Он очистил нас, освободил. И сказал, идите и проповедуйте Евангелие всей твари. У нас вопросы какие-то есть? Да. Какие же? Такие. Вы даже своей душе думаете, что после смерти в ад не пойти? Все смеетесь-то. Вам это, кажется, шутка, да? Нет. Вы спросите христиан, мусульман, буддистов, кого угодно. Все знают, будет суд божий. А как вас звать? Вы спрашиваете, как звать меня? Да. Игнатий Лапкин. Вы зарядите в Ютубе, называется «Восвете Библии». И поставьте «Игнатий Лапкин». У нас Ютуб 14 тысяч роликов. А почему у вас борода такая большая? Мы строим православную деревню, где никто не сквернословит, не пьет. Понятно. Вот так. А вы для чего здесь в этой рулетке находитесь? Нет, только первый раз. Первый раз? Не надо обманывать. Я в этой рулетке уже больше месяца, 40 дней ровно сегодня. И скажу, что процентов 80 тут мусульмане. Половина раздетая. А почему, я скажу. Дома надо за невесту Колым платить, а тут даром 44 бесплатно. А у вас жена есть? Вот. Зачем вам жена-то, если сюда пришли? Тут люди жену не ищут. Она такая же и есть. На вторую букву алфавита. Ты ищи там, где святость, где церковь. Там чистые невесты, с которой можно жить, которая верно тебе до смерти будет. Вот так молодые люди. А почему вот такая борода большая? Вы понимаете, как маленький ребенок, борода большая. Ну, что за вопрос-то? Какая растет, такая и есть. Что вы такие уж? Другого вопроса нет. Увидел бороду. А почему борода большая? Ну, смешно даже. А сколько вам лет? А вы думаете, сколько? Лет 70. 80. А, 80. Так я прошел какой путь-то? Вам во сне его не увидать. Я верующий. Скажите. Распространял благую весть. Меня по тюрьмам тащили и мучили. А вы за уне? Понятие. Вы не знаете даже, что спросить. Ты спроси одно. Как спасти душу свою? После смерти мы все предстанем на суд Божий. А вы за уне? Вам неинтересно. А чего вы прячетесь так трусливо? Вы прячетесь не случайно. Потому что вы нарушаете правила, какие установлены на этой рулетке. Чтобы не прятались. Маленькие ребятишки спрятались. Глаза даже не видать. Разговаривать не с кем. Прячутся те, которые элементы не хотят платить. А от жен спрятались. А вы маленькие. Встань. Смотри, я стою, как видно меня. Ну, выйди, чтобы вас видно-то было. Еще вы как эти павшие воины. Во, нормальные ребята. Ты же не дурной. У тебя и глаза, и уши есть. Слушай, как Господь любит человека. Христос умер за наши грехи. Зовет с покаянием. Чтобы люди жили по Божьим заповедям. Чисто и свято. Вот видите, как нормально вы... А то спрячутся, они глаза где-то там под лоб закатили. Просто телефон на столе был. Да нет, не поэтому. Потому что вы знаете, что вы виновны. Как Адам. Когда согрешил и спрятался. А Бог говорит, где ты, Адам? А вы должен-ка? Бог нашел его. А вы зайдите на наш YouTube. Запомните, называется «Во свете Библии». «Во свете Библии»? Да. Меня зовут Игнатий Лапкин. И там у нас 14 тысяч роликов на все темы. А кто подписчиков? Подписчиков 30 тысяч. Просмотров 30 миллионов. А как вы это набрали все? Ну, я не один. У нас целый коллектив работает. У меня вышло из печати 38 книг. Я много времени вел занятия в разных университетах. Радиопрограммы вел. И поэтому большой материал. Я там отвечаю на 4124 вопроса. Вам будет интересно. Зарядите сайт Игнатий Лапкин. И у вас сразу откроется сайт. Не YouTube. Что говорите? А вы откуда? Барнаул, Алтайский край. Алтайский край. А до Саратову тут немного? Да, вас езжай. Знаете, вот Господь, когда мне положил на сердце, книги подарить библиотекам. Мы проехали 6 мусульманских республик, Турцию. От Владивостока до Лиссабона прошли. Я подарил книги в 650 библиотек. Вы поняли? Это опыт жизни. Мы с какими людьми встречались. Перед кем выступали. Люди, которые читают книги, делаются другими. Они принимают Христа в сердце свое. А где жена ваша? Что вы говорите? Где ваша жена? Ребятишки, как пятилетние какие-то. Ты задай вопрос, который касается. Он еще видит, как этот был там казахский поэт. Он пел так, говорит. Паровоз бежит, черный дым труба, самолет летит, СССР, Москва. У вас вопросов нету? Нет, так не долго. Все, с Богом давайте. Умудряйтесь, ищите спасение. Я вам дал очень большой материал. Вас долго любят. Ютуб. Заряди. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. С Богом, ребята. Всего хорошего вам. Господи, слава Тебя. Нет иного Бога, кроме Тебя, столь любящего создания свое. Аллилуйя. Прости нас, Господи, и помилуй. Прости. Благослови. Найди новые души. Пошли благовестников, которые рассказали бы о Тебе, Господь, Христос. Слава Тебе. Слава Тебе. Благодарю Тебя, мой Господь. В этой тьме ночной, в этом провале, в этой пропасти найди новые души, которыми играет дьявол. Вырви из его лап, Господи. Расскажи о любви Твоей, что Ты умер за грехи людей. И человек, верующий в Господа Иисуса Христа, и живущий по Его заповедям, имеет жизнь вечную. А неверующий в Сына Божия не увидит в жизни, но гнев Божий пребывает на нем, и учись его после смерти с дьяволом в озере огненном, откуда никогда не будет выхода. Откроем эту истину, Господи. Спаси, помилуй и защити. Святая Библия открывает человеку простор мысли. Веру в Тебя и святость. Аллилуйя. Прости нас, Господи. У Вас вопросы есть какие-то? Не слышно голос, что-то посмотрите, не подключили там. Звука нет никакого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok